Сочный голос, низкотембральный, живые импровизационные ответы Сони Сотник на Радио Рокс сделали ее живой легендой. Сугубо одесское имя, одесскость реакции на вопросы предполагала сочную фигуру, сочной натуры, пятого размера лифчика, но это оказалось лишь название песни для красного словца. Заслышав о грядущем концерте, Сони, одна половина людей восклицала «Ух ты!», а другая спрашивала «Это кто?». Конечно, для тех, кто воспитан на классике хард-рока 60-х, отдушиной служит Радио Рокс. Те, кто предан по пси, всеяден, не знают ее. Пятого размера у Сони Сотник не оказалось, а было высшее. Киевское журналистское образование, как, впрочем, у всех участников гурта-йогурта. Обнаружились инженерные дипломы и лица какие-то интеллигентские. Однако публика шалынила, а у песни, исполненной по требованию «Слухачи» или все же «Танцюрысти», оказался явственный феминистский и антисексистский посыл. Тут же в клубе «Дикий Зет» были обнаружены и подобающие несуразным морозам несуразные фантастические арт-объекты, сделанные самим умой. Теперь те, кто бедствует о елку-палку или там сосну раздобудет, пусть знают, что приукрасить ее позволительно всем, чего душа пожелает. Главное, чтобы посыл Сони Сотник воспринимался не как легендарной с зализной сотней, но, по ее словам, втомлением по величию замысла. И тут может быть обнаружено нечто якобы доподлинное, как несомненная харизма персоны Сони Сотник. Нам подарили это как подлинный автограф группы Битлз.